Школьники защитили свои исследовательские проекты в Международной школе. Она прошла в селе Актёмце Хангаласского района. Медицина, физика, палеонтология, робототехника. Направлений было множество и все интересны по-своему. Саргалана Ильина продолжит. Школьники из разных стран занимались исследовательской деятельностью на протяжении 10 дней. За их мотивацией наблюдала группа лидеров. Группа отметила, что в этот раз смена получилась очень дружная и показан высокий уровень исследований. Как отметил научный руководитель исследовательской школы, удалось это благодаря огромной поддержке руководства республики и уникальной приводе истории культуры Якутии. Которая уже 10 лет существует в рамках международного движения Милсет. В ней принимают участие дети, старшеклассники из разных стран. А тьютерами также выступают молодые ученые, как из России, так и из достаточно многих стран. И основная идея, что они за короткое время выполняют исследования, так называемые, с открытым финалом. То есть вначале никто не знает, что получится в конце, осваивая тем самым алгоритм исследовательской деятельности. Один из самых примечательных проектов получился по палеонтологии. Ведь дети имели возможность собирать скелет мамонта собственноручно из настоящих останков. В проекте они смоделировали, как должен выглядеть этот мамонт. Вызвав живой интерес также проект по медицине, ребята разработали протез кисти. Это проект по созданию нейропротезов. То есть, естественно, это использование в медицине. То есть, замещение таких косметических протезов, которые используются после ампутации конечности. Ну, верхней конечности в частности у нас. Но на самом деле эта проблема очень актуальна. Особенно в Якутии, где у нас довольно-таки большое число обморожений в верхней конечности происходит. И те протезы, которые существуют сейчас, они как бы косметические, они не могут никак повысить уровень жизни инвалидов, к сожалению. Поэтому вот было предпринято такое решение, сделать такой простой, очень бюджетный, но протез, который мог бы осуществлять некоторые простейшие функции, которые бы повысили качество жизни. Вся научная деятельность и защита проектов осуществляется на английском языке. Таким образом, школьники получают навык общения в науке на международном уровне. Сарглана Елена, Федор Тарасов, НБК Сахахан, Волазский УЛУЗ.